Сколько вы или кто-либо другой может потратить денег на обслуживание этой машины? Эта поломка остановила наши работы где-то на два месяца. Все ремонты обошлись в 6 миллионов 330 тысяч рублей. Это вот только то, что мы вспомнили. Деньги пойдут с ним рекой, но поработав на ней год, посчитали свою экономику, и оказалось, что не за этот год заработали 0 рублей. Ты бы купил еще один такой? Не знаю. Ребята, всем привет! Вы на канале Мульчевый эксперт. С вами Антон Хатунцев. И как всегда, Максим, мы сегодня у него в гараже. Уже не в первый раз. И не в первый раз мы снимаем видеообзор на данную модель машины PrimeTech 300. Сегодня мы сделаем обзор на расходную часть. Прямо дотошно донесем до вас, сколько вы или кто-либо другой может потратить денег на обслуживание этой машины? Какие могут быть затратные части? Да, Максим? Ну да. Мы подготовились специально к этому выпуску. Посчитали все затраты, которые мы понесли за полтора года эксплуатации и 1400 моточасов работы. И у нас получилась такая очень интересная цифра. Я даже написал шпаргалку специально для этого. И готов вам немножко с ее помощью рассказать поподробнее. В общем, машину мы приобрели в 2020 году с пробегом 3160 часов. Сейчас на данный момент у нее 4560, то есть 1400 часов наработки. И сразу с ходу, как только мы ее приобрели, нам сказали, что эта машина получала в разных местах, болотах, ее засаживали, что на ней нормально поработали. Она у нас в лесобласти, в Ленобласти раньше трудилась. Когда мы ее приобрели, то первым делом мы взялись за навеску. У нее были гнутые шейки ротора. Сразу же поменяли лобовое стекло, какую-то косметику сделали, ей что-то подварили. Потому что трещины у них всегда есть. Вот в этих местах, вот здесь вот их не видно, они там чуть-чуть глубже. Были трещины где-то в районе задней бортовой. В общем, что-то мы тут сюда поделали по мелочи, но бюджет такой получился негуманный. Где-то в районе 700 тысяч рублей, насколько я помню. Дальше на первом же объекте у нас всплыла проблема с кондиционером. Компрессор кондиционера мы заменили вместе с каким-то приводным ремнем. И его заправкой это обошлось 50 тысяч рублей. Потом мы встали с поломкой редуктора, который у нас приводит в движение гидронасосы. И эта поломка остановила наши работы где-то на два месяца, потому что очень большие сроки поставки в этой запчасти. Стоит она 1 миллион рублей, насколько я помню. Ну еще плюс там 1200, наверное, пришлось потратить на эвакуацию ее из мест, где она трудилась. Потом ремонт у нас этот был очень сложный, потому что мы сначала попытались ее восстановить на российском заводе. В итоге шестерни сломала опять. В общем, ремонт где-то там обошелся. Если просуммировать все эти вещи, то где-то 1 миллион 200 рублей. Далее, работая на Смоленске на автодорогах, у нас сломалась турбина. Турбина здесь очень хитрая, она с электронным управлением, с актуатором. Пришлось ее покупать новую, потому что ничто другое не подходит. Цена вопроса 300 тысяч рублей. Далее, мы полностью восстановили все отверстия на плите. К сожалению, сейчас из-за грязи это мы не сможем показать. Но из-за того, что навеска постоянно работает вверх-вниз, вверх-вниз, то там изнашиваются втулки, потом начинает жрать металл на эллипс. И мы все это очень, скажем так, грамотно восстановили под пальцы большего диаметра, по-моему, под сороковые. Бюджет где-то 500 тысяч рублей. После этого в хронологии у нас идет ходовка. В прошлом году, вот ровно год назад, мы полностью поменяли здесь цепь, поменяли звездочки. Однозначно сразу ушли под замену все вот эти вот болты, потому что они одноразовые. Нам повезло тут, конечно, потому что прежний собственник, он был готов уже к этому ремонту и отдал нам эти запчасти. Но если бы мы их купили просто там на рынке, в магазине, не оригинал «Хорошая Корея» стоит в районе миллиона или миллион 60 тысяч рублей, где-то так. Далее зимой мы в большие морозы столкнулись с отказом подогрева Вебасты. Пришлось полностью тряхнуть всю проводку, какой-то там движочек маленький. В общем, это нам тоже встало еще 150 тысяч рублей. Далее на Казанской трассе, когда мы трудились, у нас сломался датчик аварийного сброса лишнего давления. Соляра потекла из-под всех щелей, из-под всех форсунок. Датчик этот Джон Дировский есть только оригинал. Он стоит, по-моему, в районе 40 тысяч рублей. Некоторые нам его за 80 предлагали. Насколько вы встали? Ну, по времени машина встала и не работала? Ну, где-то дня на четыре, наверное. Да, причем там тоже оперативно пришлось это все оплачивать, искать, ездить своими силами, привозить, ставить. То есть он, по сути, вот из себя представляет вот такую колбочку, но стоит 40 тысяч рублей. Кстати, он прожил у нас ровно год. Неделю назад мы его еще раз поменяли. Ну, как расходный материал получается, раз в год можно менять. Ну, по идее, не должно быть такого, но это факт. То есть топливная система здесь вот имеет такой, как бы, минус. Далее, у нас опять повторно сломалась турбина. Произошло это, по-моему, из-за неправильной циркуляции газа в теплообменнике. Попали еще на 80 тысяч рублей. Это вот недавно было. Да, теплообменник мы меняли тоже вместе с ремонтом, капитальным ремонтом двигателя, который мы делали у официального дилера, у компании АСТ. Так, и цена вопроса его 800 тысяч рублей. То есть нужно еще учитывать, что все работы по демонтажу, установке двигателя обратно делали мы своими собственными силами, не привлекая сторонние организации. То есть мы на этом, наверное, еще и сэкономили. Еще у нас было две балансировки ротора за этот период. Мы считаем, что ротор, скорее всего, был погнут. Ну, потому что очень сложная балансировка, она произошла, вот как бы мы достигли результата баланса только после того, как большое количество металла накинули на ротор. Вот, по-хорошему, конечно, ротор и можно, наверное, и новый попробовать заказать, я не знаю, но он, наверное, будет космических денег стоить. Далее, вот самое, что у нас интересное произошло в последнее время, это мы попали на ремонт вот этой бортовой, бортового редуктора. Связано это с тем, что мы, как, наверное, многие сейчас понимают, что проблемы с горюче-смазочными материалами, вернее, со смазочными материалами. То есть мы всегда льем все масло, гидравлику, трансмиссию, двигатели Shell, но в Shell сейчас нет нескольких позиций. И мы купили на, скажем так, в ближайшем там специализированном магазине масло-сервис, кажется, он как-то называется, дорогое американское масло. Не помню, как оно называется. Это вот на верстаке сейчас. Да, вот в итоге у нас бортовой редуктор сгорел, масло загустело после мороза в 20 градусов, оно загустело, превратилось в кашу, да, и у нас пострадали шестерни. Вот мы можем видеть, вот это у нас первая передача, это вторая, где-то какие-то осколки выпали и повредили обе передачи и главные сателлиты. То есть вот эта бортовая, она уже восстановлению не подлежит. Цена вопроса, это еще очень бюджетная цена, 470 тысяч рублей за одну. Но мы сразу приобрели две, потому что знаем, что вторая на подходе. Кстати, некачественное масло у нас было только в этой бортовой. И напоследок, что мы еще вспомнили, что за вот эти полтора года мы еще отдавали ротор на специализированное предприятие, которое за прессовкой-выпрессовкой внутренней вот этой поверхности занималось, восстановлением ротора. И на это мы потратили еще 250 тысяч. Максим, а как вот вы определили, да, что у вас что-то не так с бортовой? Она не ехала просто. Просто не ехала? Да, просто не ехала. И нам на тралу ее пришлось экскаватором толкать. И поэтому вся сумма ремонтов вот за этот год, я уж извиняюсь, что в шпаргалку так часто смотрю, но в голове это все не удержишь. В общем, все ремонты обошлись в 6 миллионов 330 тысяч рублей. Это вот только то, что мы вспомнили из крупных ремонтов. Это на 1400 моточасов. Да, и по мелочи мы еще покупали всякие запчасти. У Женьки Федорова сумма счетов там где-то миллион сто. То есть суммарно 7 430. Это вот только то, что мы смогли вспомнить. Но по-любому еще есть какие-то мелкие затраты, которые мы тут вот по мелочи там шланги покупали, смазки и так далее. Цилиндры я не посчитал, которые мы тоже переделывали, восстанавливали. Потому что изначально при покупке они текли. В итоге, в общем, такая у нас арифметика очень интересная. Мне часто задают вопрос фермеры, фермерские хозяйства, агрохолдинги. Какие объемы вы можете сделать за месяц, за два, за три. А какую площадь вы можете подготовить нам под посев к осени. Заросшие земли это земли, которые не приносят пользы, которые не приносят финансового достатка фермеру, владельцу этих земель. И у нас есть уже отточенная технология. Вот допустим на этом примере здесь 400 гектар яблоневых садов. Они были полностью заросшие. То есть междурядья были заросшие, яблони старые, 25-30 лет этим садам. 400 гектаров мы можем сделать в срок 2-3 месяца при работе в круглосуточном режиме. У нас работает техника на пневмоходу. Это такие трактора, как Т-234, Валтра, Т-193. У нас работают трактора Десна-Полесье мощностью 300 лошадиных сил. Есть бульдозер, у нас есть гусеничный экскаватор. Техника новая, в хорошем состоянии обслуживается. Мы эту технологию работ настолько отточили, как часы. И ваши земли уже к осени могут быть подготовлены. Также у нас есть огромный опыт расчистки площадей в зимний период времени. То есть зимой мы также работаем в круглосуточном режиме. Из всех тех запчастей, которые я указал, вот этих трат, у нас получается, что сейчас в запасе будет еще одна бортовая 470 тысяч рублей. И есть у нас еще демпфер, который выходил из строя, который стоит 120 тысяч рублей. Это демпфер, который находится между редуктором Штибель и двигателем. Он резиновый и предназначен для того, чтобы вот эти вот жесткие какие-то удары по двигателю не передавались. Вот Саша, механик, подходил, рассказывал за косынки, то, что они уже неродные стоят, его сами наваривали. Можешь рассказать о месте, в каком месте рама лопается? И еще Саша говорил, что какая-то часть металла уже там тоньше. Да, вот мы когда снимали двигатель отсюда и полностью разбирали прямо вот до рамы, гусянку эту все, откатывали, производили ревизию всех узлов и шлангов, потому что ко многим шлангам можно подобраться, только сняв двигатель. Ну вот они здесь располагаются, в этой части, которая идут уже на бортовые редуктора. То обнаружили, что металл, допустим, вот здесь он одну толщину имеет, там, допустим, шестерку, а вот здесь он вообще троечка. Тоньше. Да, видимо, он, ну, рассчитан таким образом, для того, чтобы облегчить общую массу машины и повысить ее проходимость металла, сделан разных толщин. Самый толстый это спереди, вот где у нас находится навеска, я даже думаю, что там, скорее всего, хардекс. Вот этот металл, наверное, не хардекс, вот здесь внутри находится. Вот, и трещины у нас были вот здесь, на раме, в районе крепления заднего, ну, заднего. А как это трещина обнаружить? Вот, допустим, кто-то решил бэушную машину купить. Это с внешней стороны или это с внутренней только можно определить? Это изнутри. Изнутри? Да. То есть это только, если мы демонтируем, ну, двигатель. Да. И более того, вот сейчас на машинах, которые следующего поколения, вот, которые на данный момент файл выпускают. Самое новое, да? Да. У них же намного больше сделан вот этот весь моторный отсек. Это, кстати, очень большой плюс, потому что можно легко подобраться к насосам, к турбине и так далее. Там нет такого узкого пространства. Но они сильно сэкономили на толщине металла. Допустим, вот эта вот решетка, она у нас сделана из, наверное, четверки или тройки, а там, скорее всего, двушка. Она гнется прям просто на раз-два. Здесь висит радиатор большой. И, в общем, есть случаи того, что эти решетки гнутся. Вот. Но самое, как бы, неприятное, что вот я недавно узнал об этих машинах. В общем, у нас одни коллеги работали на Казанской трассе. И, видимо, там немножко неправильно машину эксплуатировали. Они скакали по пням. Мы это так называем. То есть на больших скаходах там проходили какие-то препятствия. Машину трясло из-за того, что двигатель очень тяжелый, находится на задней части. У него трещины пошли по днищу. Ну, грубо говоря, если вот в яму спуститься, то там под двигателем 3-4 трещины, которые уже расхождение имеют миллиметра полтора. И это грозит тем, что двигатель просто вывалится на улицу. А недавно еще мне звонили ребята из Северов. Рассказывали о том, что... Ну, я сам лично видел, у них рамка крепления всего радиатора внизу треснула. Она, по-моему, из алюминия сделана или силумином. Ну, какого-то такого металла, не очень крепкого, не очень толстого. И она гуляет. И, в общем, это недавно привело к тому, что они повредили об радиатор лопасти вентилятора. А он же там хитрый, изменяемый геометрией. В зависимости от температуры он разворачивает лопасти на продувку. Мы, в общем, офигели. Но этот радиатор стоит 640 тысяч рублей. Это цена закупки у Фаи. Поэтому эксплуатация такой машины, конечно, надо быть готовым к тому, что траты будут очень высокие. Еще про опыт эксплуатации других своих коллег могу сказать, что... Одни ребята думали, что как только они найдут первоначальный взнос на этот платеж в районе 10 миллионов рублей, то деньги пойдут к ним рекой. Но поработав на ней год, посчитали свою экономику, выручку, затраты на лизинг, соляру, зарплаты, ремонты и так далее. И оказалось, что они за этот год заработали 0 рублей. То есть, по сути, они переместили вот эту стоимость машины в свою сторону. Допустим, они довели стоимость собственности, может быть, до 50%, если первоначалка была 20%. То есть машина наполовину их. Им еще два года вот такой же работы, и они получат машину. Но этой машиной будет уже три года эксплуатации, в районе 10 тысяч часов пробега. И, возможно, вот эта цена последующей реализации будет являться их прибылью. Поэтому говорить о том, что этот бизнес прям такой шоколадный и рентабельный, не приходится. Особенно с учетом того, что техника далеко не такая надежная, как, допустим, те же самые экскаваторы. Я сейчас столкнулся с тем, что очень много объявлений выкидывают. И просто ватсап, допустим, знакомые кидают, звонят лично на номер. Распродажа прям техники по России пошла. Ну, начиная от русских Т-150 и заканчивая импортной техникой. Прям продают, 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 продают. Да, это, как знаешь, может быть в этих грузоперевозках есть такие бизнес-модели, когда люди покупают большое количество транспорта в круглосуточном режиме. Три года гоняют и возят за бесплатно, можно сказать, чтобы лизинги отбить. И потом то, что они продали, это является их прибылью за эти три года. А сколько он сейчас новый стоит? По-моему, 38 миллионов он стоит. Но он уже идет с катовским движком. А здесь какой стоит? Джон Дир. Джон Дир. Да. С катовским движком, мне кажется, двигатель этот более удачный, чем нынешний. По сути, вот мы стараемся не произносить это слово вслух, но мы ждем, когда у нас следующее поедет гидравлика. А гидравлика тут стоит в Завар Данфас. И насосы, и моторы, и бюджеты там тоже будут очень такие интересные. А что у тебя из наличия есть на этот агрегат, по запчастям вообще? Ну, вообще, на него мы, в отличие от Мерла, не держим много запчастей. То есть у меня, по сути, вот сейчас из запасных частей это еще одна бортовая и демпфер, который, ну, не расходный материал, но мы его купили только для того, чтобы потом не попадать на большой срок по доставке. Я не думаю, что тут что-то еще такое прям очень специфичное вылезет, что мы не сможем оперативно найти, поэтому большого склада запчастей не держим. Ну, и тем более машина пока это одна. А сколько дней с турбиной вы простояли? Вот мы в сады ездили, снимали ранний выпуск. Вы ее только привезли, она два дня поработала. Да, ну, наверное, дней 5-6 мы простояли. Ну, мы в Белгороде нашли адекватный сервис, который нам смог ее восстановить. Причем мы еще очень удивились, что они взялись за ее ремонт, и прям железобетонную гарантию на это дали. Потому что предыдущий ремонт, когда у нас в Смоленске эта турбина сломалась, нам восстановили эту турбину из китайских комплектующих. И поработав два дня, увидев, что она работает чуть неправильно, что там двигатель дымит, мы ее решили перестраховаться, вскрыли. И оказалось, что мы прямо на волоске были от ЧП, когда куски турбины могли бы полететь уже в мотор и попасть на капиталку. То есть мы вот этих ребят, которые нам выполняли ремонт, наверное, уберегли от большого попадоса. Потому что они бы по этой гарантии, наверное, и двигатель бы чинили. Ты бы купил еще один такой? Не знаю. Смотря по какой цене, наверное. Ну, с учетом того, что я его купил за 13,5 миллионов, наверное, можно говорить о том, что эта идея работоспособная. То есть машины все равно выручают на тех местах, где колесная техника не проезжает. Она за счет своей проходимости является такой, скажем, палочкой-выручалочкой. Сейчас продажи висят такие. Да, да. Авито висит. Много их продают. В Казанке распродают их. Да. Но в плане производительности я не могу про эту машину сказать, что она делает какие-то космические объемы. То есть по той же самой Казанке средняя статистика, по мне и по моим коллегам, это где-то 0,4-0,6 гектара в смену. Это порубочные остатки? Это корни. Корни. Корни извлеченные, да. Но это еще очень-очень такая приблизительная цифра, потому что... Он целиковые пеньки или уже пеньки расщепленные? Да, вот как раз эта цифра сильная варьируется от того, насколько хорошо произведена подготовка. Если с землей, то там может быть и 0,2 гектара в смену. Вот, поэтому, ну, машина какая есть, такая есть. Я, в принципе, ни о чем не жалею, там, о ее покупке, эксплуатации и так далее. Я думаю, что она все равно может приносить прибыль. А по расходу топлива сколько он потребляет? Ну, в целом, мы всегда считаем, знаешь как, сколько лошадей, столько и расход. Вот если у Ави 800-го у него 675 кобыл, то он где-то так и потребляет. Здесь 275 или 300, вот он так и потребляет. И баки, в принципе, обычно рассчитаны на всех машинах. Вот здесь 200 лошадиных сил, 200 литров, тут 300 лошадиных сил, 300 литров. Но, конечно же, все вот эти вот цифры, которые я называю, нужно еще очень такую серьезную поправку сделать на то, что, ну, там, 99% ремонтов мы делаем своими собственными силами. Потому что есть база и очень грамотные люди. А если бы их не было, то я бы вообще тогда задумался, а стоит ли этим бизнесом заниматься. Ну, то есть, такую машину приобретать в парк, потому что по расходам она очень негуманная. То есть, либо нужно работать за такие деньги бешеные, которые сейчас никто не платит, либо вообще не работать. То есть, проще, чтобы она стояла. Вот, ну, в общем, эксплуатация продолжается. Если какие-то новости будут, то мы еще будем, конечно, про них рассказывать. Но вот на данный момент цифры такие. Я думаю, будут следующие выпуски, будем дальше наблюдать за жизнью данного агрегата. Вот, ребят, значит, ставим репосты, лайки, репостим в соцсети, задаем вопросы в комментариях, если вдруг кого-то что-то интересует. Пишите в комментариях, мы отвечаем. Следующий выпуск. Вот после этого вы увидите, мы сделаем сейчас обзор на гараж Максима, покажем, какими инструментами он пользуется, какие инструменты необходимы для ремонта мульчурной техники, просто тракторов, качественные, некачественные, оригинальные, неоригинальные, какие головки, шайбы, сварочные аппараты, что есть у Максима в гараже и какие есть у него запчасти. Я все-таки вижу, у него там есть какие-то коробки, наверное, там что-то интересное есть. Так что ставим колокольчик, уведомления и смотрим следующий выпуск. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»